Добрый день! С вами Наталья Попова и проект онлайн биологи. В прошлый раз мы с вами говорили об общей характеристике типа кольчатых червей. И сегодня мы поговорим об одном из представителей кольчатых червей, о дождевом черве. Дождевой червь принадлежит классу малощетинковых червей. Как мы помним, к типу кольчатых червей относятся три класса. Это класс малощетинковых червей, класс многощетинковых червей и класс пиявок. Дождевой червь обитает в почвах, богатых перегноем. Тело дождевого червя состоит из головной лопасти, из множества сегментов до 180 и анальной лопасти. На брюшной стороне тела дождевого червя есть четыре пучка щетинок. В каждом пучке по две щетинки. Эти щетинки помогают при движении. В передней трети тела дождевого червя есть поясок, который представляет собой утолщение из скоплений слизистых желез. Тело дождевого червя покрыто тонкой кутикулой. Под кутикулой располагается эпителий. И между клетками эпителия есть клетки, которые продуцируют слизь. Эта слизь помогает дождевому червю двигаться внутри почвы. Под эпителием расположено два слоя мышц. Это кольцевая, мускулатура и продольная. Эти мышцы работают как антагонисты и помогают при движении дождевого червя. Пищеварительная система дождевого червя соответствует строению пищеварительной системы всех кульчатых червей и состоит из передней, средний и задний кишок. Передняя кишка представлена ротовым отверстием, мускулистой глоткой, зобом и желудком. Питается дождевой червь опавшими листьями, которые он заглатывает вместе с землей. И с помощью мускулистой глотки эти листья перемещаются в зуб, где они ферментативно обрабатываются. После размягчения и ферментативной обработки пищевой ком попадает в желудок, где происходит уже механическое перетирание пищи. Затем все это попадает в среднюю кишку. В средней кишке идет всасывание питательных веществ и средняя кишка окружена капиллярной сетью, в которую и попадают все эти питательные вещества. Затем непереваренные остатки переходят в заднюю кишку и выбрасываются через анальное отверстие. То есть пищеварительная система, у кульчатых червей и в частности у дождевого червя не замкнутого типа, она сквозная. Кровеносная система дождевого червя точно так же, как и у всех кульчатых червей, состоит из брюшного и спинного сосудов и множества колец, которые соединяют брюшной и спиной сосуд. Особенностью является то, что на первых пяти кольцах есть утолщения, которые выполняют роль сердец, перекачивающих кровь. Как такового сердца у всех кольчатых червей и у дождевого червя нет. Кровь имеет красный цвет и это придает телу дождевого червя розовый или красноватый цвет. Ковреносная система замкнутого типа, то есть кровь не смешивается с жидкостью полости тела. Дыхание происходит через всю поверхность тела в подкожных капиллярах. Выделительная система, как и у всех кольчатых червей, у дождевого червя состоит из метанифридий. Также имеется ткань, которая выполняет функцию почки накопления. Эта ткань расположена вокруг кишечника. Нервная система дождевого червя соответствует строению нервной системы всех кольчатых червей и состоит из окологлоточного нервного кольца, который объединяет в себя четыре нервных узла, два надглоточных и два подглоточных, и брюшной нервной цепочки. В этой брюшной нервной цепочке есть по два нервных узла в каждом сегменте и соединены они двумя нервными стволами. Дождевые черви обладают очень высокой способностью к регенерации. Их тело может восстанавливаться из небольших сохранившихся участков тела. И эта способность к регенерации лежит в основе бесполого размножения дождевых червей. Такой способ размножения характерен для многих представителей класса малощетинковых червей. Что касается полового размножения, то дождевые черви это гермафродиты и оплодотворение у них наружное перекрестное. Так как они являются гермафродитами, то в теле одного дождевого червя созревают и сперматозоиды, и яйцеклетки. При перекрестном оплодотворении двое дождевых червей соединяются друг с другом брюшными сторонами тела. Таким образом, что передний конец одного дождевого червя обращен в сторону заднего конца другого дождевого червя. При этом они склеиваются друг с другом с помощью слизистых желез, поисков, которые расположены в передней третьей тела. При этом сперматозоиды одного дождевого червя проникают в семи приемник другого дождевого червя. Это идет перекрестный процесс, после чего дождевые черви расходятся. Затем на поиске, который состоит из слизистых желез, образуется слезевая муфточка, которая постепенно начинает проходить по телу дождевого червя. Проходя по телу дождевого червя эта муфточка сначала собирает яйцеклетки из женских половых органов, затем подходит к семиприемнику и собирает сперматозоиды, полученные от другого дождевого червя, которые в настоящий момент хранятся в семиприемнике данного дождевого червя. И затем обладотворение происходит уже внутри этой слезевой муфточки. То есть обладотворение идет не внутреннее, внутри организма дождевого червя, а наружная, внутри этой муфточки. И затем эта муфточка скатывается с тела дождевого червя, концы ее замыкаются и она формирует кокон. И в этом коконе уже идет развитие нового дождевого червя. Из кокона выходит сразу же молодой дождевой червь, то есть развитие происходит без метаморфоза, без личиночной стадии. Итак, сегодня мы с вами поговорили о дождевом черве, у представителей типа кольчатых червей. И в следующий раз мы начинаем рассматривать следующий тип, это тип моллюски. С вами была Наталья Попова и проект онлайн биологи.